Вы смотрите новости на канале RTVI. Посол США в ООН Саманта Пауэр в ходе своего визита в Киев отметила, что вопрос аннексии России и Крыма не будет снят с повестки дня, пока он не вернется под контроль Украины. Санкции, введенные за аннексией Российской Федерации и Крыма, будут оставаться на месте так долго, пока Россия нелегально будет оккупировать часть страны. Это первое. Второе. Когда я и мои коллеги, включая посла Паета, говорим об Украине, мы всегда говорим о том, что происходит в Крыму. Представитель администрации Обамы находится в Киеве уже вторые сутки. Накануне она встретилась с президентом Порошенко и посетила мемориал памяти жертвам небесной сотни, погибшим во время трагических событий на Майдане. Россию могут лишить права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Испанские журналисты опубликовали некий тайный план FIFA о переносе мундиаля. Сегодня же стало известно, что следующее заседание исполкованной Международной Федерации футбола пройдет 20 июля. В этот день будет названа дата проведения выборов нового президента FIFA, который сменит Зеппа Блаттера. В теме разбирался Валерий Кипелов. Где пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года? Ответить на этот вопрос однозначно труднее с каждым днем. В мировых СМИ все больше сообщений о вероятном переносе спортивного праздника из России. На этот раз журналисты испанского издания AS утверждают, у FIFA есть секретный план перенести чемпионат в Катар. Называемая газетой «Причина» — эскалация военных действий в Украине, в которой обвиняют Россию. По другим данным, смена страны-хозяйки мундиаля может произойти в результате коррупционного расследования в высших эшелонах Международной Федерации футбола. Швейцарские правоохранители вместе с ФБР уже арестовали полтора десятка чиновников FIFA. Следствие проверяет и обстоятельства проведения голосования, после которого Россия и Катар выиграли право принимать чемпионаты мира в 2018 и 2022 году соответственно. В Москве настаивают, что Россия выиграла конкурс честно, а все обвинения в свой адрес отрицают. Что касается появившихся слухов, это просто смешно. Не думаю даже, что заслуживают комментариев. Я считаю, что стоит просто задуматься, в чьих интересах вбивать клин между нами и нашими партнерами FIFA. По словам главы российского оргкомитета чемпионата мира по футболу, никаких официальных запросов от каких-либо следователей возглавляемый им орган не получал. Новости о якобы переносе мундиаля в другую страну он узнает лишь из прессы. Мы слышим различные призывы к бойкоту. Это очень огорчает, потому что, как я уже говорил ранее, прямыми жертвами этого могут стать спортсмены, которые готовились к чемпионату в 4 года. А также поклонники футбола, которые с нетерпением ждут, когда они смогут приехать в Россию и насладиться чемпионатом мира. В нынешнем руководстве FIFA пока ничего противоправного в действиях Российской Федерации не видят. Генеральный секретарь организации Джером Вальке, находясь с инспекцией готовящихся спортивных объектов в Самаре, подтвердил, что претензий к Москве у него нет. Ничего существенного, что бы могло поставить под вопрос победу в конкурсе России, нет. Все прошло в соответствии с нашими правилами и формальными процедурами. Никаких даже предварительных результатов международного расследования пока нет. ФБР, как правило, копает глубоко и долго, собирая максимум улик и доказательств для судебных разбирательств. И если у следствия появится хоть малейшее сомнение в прозрачности процесса выигрыша Москвы, то Мундиаль с русским акцентом может и не состояться. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI. Генеральный директор Твиттера Дик Костола покидает свой пост. Об этом он заявил сам сегодня в микроблоге в Твиттере. «Я очень горжусь командой Твиттера и всем, что сделал. У нас есть четкая стратегия целей и приоритетов», — говорится в его заявлении. Костола пришел в компанию в сентябре 2009 года на третий год ее существования. Спустя год он стал главой Твиттера и продержался на этом посту пять лет. В 2013 году он был признан самым перспективным топ-менеджером Силиконовой долины. Однако в последние месяцы Костола подвергался жесткой критике со стороны американских экспертов, указывавших, что Твиттеру не хватает сильного руководителя вроде Марка Цукерберга из Facebook. Сегодняшнее решение Костола порадовало инвесторов, которые надеются на скорые перемены. Акции компании выросли на 5%. На бирже в последние месяцы ходили слухи, что Твиттер могут купить компании Google или Yahoo. И это уже вторая громкая отставка в сфере медиа за сегодняшний день. Ранее Руперт Мердок, глава кинокомпании 21 век Fox, заявил, что собирается уйти в отставку. Бразды правления он пообещал передать своему сыну Джеймсу. По данным средств массовой информации, 84-летний австралийский медиамагнат продолжит владеть контрольным пакетом акций компании и будет работать неисполнительным директором вместе с другим своим сыном. Руперт Мердок один из самых влиятельных бизнесменов в мире. Он является создателем крупнейшей медиа-корпорации США. В нее входит киностудия 21 век Fox, несколько телеканалов, а также ряд крупных печатных изданий. Состояние Мердока оценивается более чем в 10 миллиардов долларов.